Всем привет! С вами канал MarosLife. Сегодня наконец-то состоялась у нас встреча с Остапом Бендером, личной персоной. Привет, Остап. Рад видеть. Скажи, пожалуйста, такая эпопея у тебя и отказы в визах. И наконец-то подался на 2 годички. То есть в реальности ты уже в Чехии, уже проработал первые полгода. Расскажи, пожалуйста, более подробно о своей работе, о заводе Брозы, на который ты попал, на который ты приехал. И как вообще все это было, в реальности очень интересно, потому что очень много зрителей, подписчиков, хочет знать, как же действительно попал все-таки Остап Бендер сюда, в Чехию. Ну, проезд у нас был бесплатный в Чехию. Собрали всех желающих, у кого есть визы, D на получение 2 годичной карты. Собрали возле ЖД вокзала. Это там, в Альвове? Да, в Альвове, конечно. И посадили микроавтобус. Желающих было 8 человек в это время. Сказали, что багаж можно убрать какой угодно, потому что к микроавтобусу было прицеплено багажное отделение. Ну, поехали. Получается, организацию все делала фирма? Организацию делало рекрутерское агентство, которое работает по всей Чехии, как я потом выяснил. Насколько я знаю, это немецкое агентство. Я могу название сказать. Конечно. Название Хофман. То есть они, получается, вас собрали, собрали этот заезд, организовали группу, организовали всех людей, которые там подавались на определенные даты и погнали, да? Как ехали? Как ты допомнил, это был февраль, и как раз это были коронавирусные перипетии. Самое интересное, что ехали мы нормально. Ехали через Венгрию, через Ужгород. Даже посмотрели на замок Паланку, проезжали мимо. С украинской стороной все быстро, а с венгерской стороной прямо перед нами ехал рейсовый автобус, и там поймали стюарда с лишней сигаретой. Час написал объяснительную, платил штраф и так далее. Короче, везде это получается чуть-чуть больше. Да, ну не было такого, что 6 часов, 8 часов, ну часа 2-3. Вы приехали в Чехию, получается, вас поселили сразу на карантин какой-то, да? Да, нас поселили в отель, в горнолыжный отель, шалаш, 3 звезды, это действительно 3 звезды было. Он далеко от городков. И сказали никуда не выходить. Куратор от Кофт сначала купил продукты, потом по чекам мы рассчитались деньгами. Короче, организация была на высшем уровне, да? То есть никаких самоволок там, никто никуда не ходил. То есть реально сидели в самоизоляции. Люди ходили, те, кто очень молодые. Да. Понятно. Хорошо. Отбыли карантин, что дальше? Как был первый день, так сказать, встречи, подписывания контрактов, все точно? Во-первых, нам прямо в отель приехали и взяли ПЦР. То есть мы никуда не ездили. Это бесплатно было? Да, это все бесплатно было. А потом нас заселили уже стандартно в отель Калач. Это получается место жительства в отеле? Да, на постоянное место жительства. То есть проживание у вас в отеле было? Проживание? Ну, этот отель, это был отель, а сейчас на нем и написано, что он отель. Но я так понимаю, что Хохман полностью все номера арендовал. Потому что я интересовался и по поводу шалаша, и по поводу калача. А снять номер невозможно занять на несколько лет. На несколько лет? Да. Я понял. Слышишь? А скажи мне, пожалуйста, такие вопросы. Жилье получился бесплатно? Жилье было бесплатно. Было? Было, да. Уже не бесплатно? Уже не бесплатно. Хорошо, об этом сейчас поподробнее чуть попозже расскажешь. Давай все-таки по очереди. В реальности первые дни работы. То есть, там, подписал контракт, наверное, да? Да, подписали контракт. Полинция, да, вот это все. Повезли в Фридик Мистик в Амп. В Ампе откатали пальчики. Выдали бумагу о том, что интеграционные курсы нужно пройти обязательно, иначе штраф 10 тысяч. Да, кстати, выдают, да? Да, выдают бумагу, ты подписываешься, что ты эту бумагу получил. Что, не проходил? Прошел. Прошел? Я первый из заездов прошел. Все супер, да? Состоятельно, да. Сложно было, что-то время? Да нет, там это же не экзамены. Это просто лекция, да. Это лектору было непросто, потому что на него куча вопросов после полу. А я еще и не в своем крае проходил. Да. Ну, потому что в Астраве не было. Короче, ничего сложного нету. Прошел, послушал, галочку поставили, все, да? Главное, вопросы подготовить, чтобы знать, что спрашивать. Они регистрируют в электронной форме и выдают сертификат на пропуждение. Ну, сертификат – это просто бумага, потому что они зарегистрировали, что я прошел. Ну, в любом случае, у тебя сертификат уже на руках есть, если у тебя какие-то претензии предъявы, пожалуйста. То есть есть что показать, что ты этот курс прошел и вопросов нет. Окей. На ферму приехал, то есть на самозавод. Чем вообще завод занимается «Брозыг»? Потому что я на «Слэйшн». Там их очень много разных филиалов, как бы, идет. И чем они в реальности? На вашем отделении, так сказать, ваш филиал, чем занимается? Ну, завод «Брозыг» Капширницин, немецкий завод, он, получается, собирает автосидения. Ага. Для очень большой линейки автомобилей. И «Мерседесы», и «Ягуары», и «Ауди», «Шкода». Ну, для всего «Вага», насколько я понимаю. Плюс еще и для других брендов. Что там получается, в чем заключается работа? То есть ты вот приехал, подписал договор, назначили смену, я так понимаю, да, поставили, показали твое место работы, что будешь делать? Ну, три дня условно «Шкаление», потому что «Шкаление» там у меня было, наверное, полчаса. «Шкаление» заключалось в том, что подошел такой же оператор, как и я, который раньше работал. Ну, будешь больше работать, просто бывает. Да. Ну, как больше. Дело в том, что я потом сам учил через две недели или через три. Точно так же украинцы. Сложная какая-то работа? Агрегат сварочный, размером с двухэтажный дом. Ага. И я закладываю детали. То есть это что-то похоже на фауратию? Боковушки. Боковушки, низ, верх. Оно, получается, проворачивается и в сварочной камере лазером прихватывает. Потому что мой РМ-15, он не варит, он прихватывает. А потом я уже отдаю именно на сварочную агрегату, где именно варит. До варивают, да, получается? Да, ну, сваривают, да. Ты мне скажи, сколько получается, он там по времени работает, да? Да, получается, одна минута, одна кресла. Ага. Ну, одна спинка кресла. Ну, это что-то, да, действительно похоже реально на фауратию, потому что тоже аналогично мы закладывали те детали, но только у нас были, это, там, благодаря, тоже в зависимости на какой линии были, на том же фольксвагене, а пусть в заднюю каркаса создаётся, он едет непосредственно на какие-то другие линии, и обтягивает, и так далее. Получается аналогичная работа? Ну, кроме обтяжки. Ну, только создание каркаса. Да, создание каркаса, а потом она уже ехала на левер. Она хавается. А нормы? Есть? Нормы есть. За нормы дают по шапке, если не делают? Ну, как бы, дело в том, что я не знаю, насколько старые эти агрегаты, но постоянно на сбой они выходят. Короче, много поломок? Миним, нет, поломок нет, но горит красная лампочка, нужно назвать сырозавача. Сырозавач приходит, снимает ошибку, варишь дальше, потом опять красная лампочка. Короче, получается, ты норму, по сути, я не могу выполнить... Проблемы с оборудованием. Да, и я в листике, который мы заполняем в конце рабочего дня, указываю конкретно, сколько минут... Простой было. Простой было, да, и конкретно из-за чего. За это начальство никак не реагирует, что, типа, вот такие проблемы, там, тра-та-та, может быть, там, твоя ошибка это была, или у кого-то, там, с оператором. А какая моя ошибка? Ну, так и бывает. Это ошибка агрегата. Все зависит от начальства, знаешь, мне вот это просто интересно, какое в реальности отношение начальства к людям, к операторам, которые там работают. То есть есть какие-то... Отношения хорошие. Проблемы. Отношения хорошие и у сервизовачей, и у мистеров. У нас был мистер, который приходил в обеденный перерыв, сам становился на остановке, работал, когда загрузка была большая, завела. Я, честно говоря, сам не поверил туда. Глаза скосил, мистер работает. Ну, у меня берет то, что я сделал, и доваривает на сварке. Кто работает на заводе? Много украинцев? На заводе работают болгары, украинцы, сербы, румыны, поляки. Очень много национальностей. Да, чехов. Ну, чехи есть, но... Наверное, начаться, да? Нет, такие же операторы. Тоже операторы? Мистера у вас кто? Мистера Чехии, да. Как вообще с питанием на работе? Дотационное питание, обед стоит 125 крон, завод покрывает 100 крон, получается обед 25 крон. Обед вкусный, порции большие? Порции большие, я, допустим, ем первое с салатом, а второе я ложу в лоточек и забираю, ем на завтрак. То есть первое, второе, это 25 крон? Первое, второе салат, 25 крон. Ага, ну так это, слушаешь, круто. Короче, можно кушать и не готовить. Да, ну, я так и делаю, собственно говоря. Супер. Ну, единственное, что я не знаю, то ли это особенности именно этой столовой, но оно как-то пересоленное и переперченное. Да, ну, наверное, да, особенности. Кого-то наоборот где-то недосол какой-то бывает, или там недоперченный. На какой график ты попал? Ну, сначала... Какие там смены вообще на работе? Есть там 13, 8-ка? Сначала на 8-ку я попал. Ну, на пресс-час попросился сразу. Меня отправили. А потом меня попытались отправить на тот пресс-час, на который я не хотел идти. Это имеется в виду какие-то дневные линии? Нет, на мою же линию. Ну, я приехал в Чехию жить, а не работать до 7-го пота. Хорошо. На длинную дистанцию. Ну, мне сказали, что раз вы на этой неделе отказываетесь, то вы обязаны выйти на следующую неделю. Не то, что я могу или не могу, я обязан. Присутствуют такие вот швачки, да? Да. Если им надо, то они будут как бы заставлять. Ну, я, честно говоря, даже не понял, зачем эти пресс-часы были, потому что мы на одном агрегате работали вдвоем. Зачем? Тем более я работал с тем человеком, с тем оператором, который очень давно работает и выполняет норму. Я понял. Видишь, может быть, фирма дает таким образом возможность заработать? Ну, да. Больше? Может быть. А потом с 1 мая нас перевели на 12-ки. Я, честно говоря, цеханул. Я думал, что это будут 12-ки каждый день. Но, как оказалось, это очень хороший график. Да? Да. Видишь? То есть, восьмички, это, конечно, классно, прикольно. И времени недостаточно после работы. А тут получается 15-12-ок и 15 выходных. Красота. Ну, единственное, что, наверное, на выходные. Кто-то там не совпадает? Нет, не совпадает. Ну, за это же доплачивают. Да. Если работаешь в выходные, это за это же доплачивают. Ну, видишь, есть свои фишки и флюшки в разном графике. В таком графике тоже, как бы, идет. Если посчитать, допустим, тот же 8-часовой график, который у тебя был, по 5-дневке, да, грубо говоря, и это 12-часовой, больше зарплата? Зарплата, да, значительно больше. То есть, есть свои. А часы те же самые. По сути, да. По 165 часов, не больше, никогда не ставили больше. Ну, доплата у тебя, получается, тоже все как в ЗОПе. Все так похоже, да. Ну, получается, за 12-ки плюс 4 тысячи, примерно. К зарплате. К зарплате, да. Ну, это приличная разница. Приличная. Это 150 евро, как минимум, на дороге не валяется. Ну, конечно. На ровном месте, правильно? Конечно. Супер. А потом, в май месяц мы отработали полностью, а с июня начали отменять смены. Почему? Потому что кризис, микросхем. То есть, есть проблемы на немецком заводе, да? Ну, проблемы у их поставщиков. А с 1 июля нас перевели на так называемые 18-ки. Что это? Получается, 6 дней по 8 часов мы работаем с понедельника по субботу включительно. Воскресенье выходной. Потом еще 6 дней мы работаем по 8 часов. Воскресенье выходной. Еще 6 дней работаем и 7 дней выходной. Ну, фига себе. Я такое впервые слышал, на самом деле. И поэтому минус 2000 из зарплаты. И, невзирая на это, все равно отменяли смены. Это все? Да. Ну, а оплата здесь какая-то хотя бы 60% оплатит? Ну, 65% за отмененные смены. То есть, это причина в заводе, там, какая-то, да? Да. Что указывает и оплачивается. Хотя у меня не было, тху-тху-тху, но было так, что у ребят отпуска забирали. То есть, им платили не 65%, а сказали, вот вы неделю не работали, вот это ваш отпуск. Ага, подожди, ну это забирали отпуска, но платили 100%. Ну, платили как за отпуск. Ну, как за отпуск. Да, но только, получается, ты не мог себе склонировать, там, тебе надо было куда-то поехать, то это принудильные порядки. Ну, это, я помню, такая была ситуация и на Фауреции, тоже общались с ребятами, которые там работают уже длительное время. Они рассказывали, что принудиловку не проводили отпуск, забирали его. И это, конечно, не очень, так сказать, приятно со стороны компании, которая так делает, это должно быть по договоренности. Ну, у нас сейчас тоже такие ситуации, знаешь, бывает, что забирают, точнее, выгоняют на выходные, выгоняют на отгулы какие-то, чтобы брали неплачную вольную, то есть, брали за свой счет. Потому что уже лимит отпусков исчерпан, то есть, это все распланировано, и ты не можешь там ни шаг влево, ни шаг праздливать. Поэтому такие моменты присутствуют, но то, чтобы тут неделями, это, конечно, опять же, немецкий завод. Ну, вот, у меня сейчас отменили 6 ночных смен. Вот следующая неделя у меня 6 ночных смен было. Как бы мы заплатили? Ну, 65% куратор сказала. Без проблем, да. Ну, как бы, были такие случаи, когда писали неделю вольно за свой счет. Ну, не у меня, но... Хорошо. Ну, такая, знаешь, не очень, конечно, приятная новость, можно так сказать, которая наталкивает, наверное, на смену работодателя, да? Думаю. Пока в раздумьях, стоит ли, не стоит ли. Переходим к зарплате, наверное, уже, потому что уже коснулись вопроса финансового. И что по зарплате, какая ставка? Ну, вначале я приехал, было 19 крон 36... 19 тысяч 36 крон, что-то такое. Это грубая. Это грубая, да. Плюс какие-то надбавки там, да? Да, за выполнение плана, за ночные, за праздники и так далее. Сколько максимум зарабатывал? 24. Часов много было? 165, 12. То есть обычная ровно? Да, самая первая. 24 это численно? Да. За 160, ну, это хорошая зарплата. Это, в принципе, были такие постоянные зарплаты? Нет, это один месяц, когда 12-ка была, и мы отрабатывали все смены. Да, полноценные. Сейчас на такой уровень? Ну, сейчас... Вышел, конечно, примерно хотя бы, чтобы понимать за... Я понимаю, что ты сейчас не отрабатываешь... Вот последний месяц, допустим, тот же август. Ну, а в августе у меня отпуск был, так что это не показатель. Как раз, когда отпуск был, на заводе отменяли смены, 5 неделям, так что... Ну, что грубо, что чисто, так оно и получилось. Короче, где-то сейчас получается 20-22, где-то так, да? Нет, меньше. Меньше даже? Меньше. 19. То есть завод с такой историей, блин, и такие деньги, как бы, небольшие, да? Как есть. Как есть. Да, не очень, не очень. Это с учетом того, что за отпуск, за неделю отпуска в августе заплатили полностью, и в августе были отмененные смены еще. За которые это получилось 65%. Да, 65%. А сейчас с 1 сентября ввели плату за жилье, 80 крон в сутки. Ну, как бы, это не 4 с половиной тысячи, а 1802, но... Я понимаю, конечно, ну, опять же, давайте посмотрим, да, общежитие, ну, отель, да? Да. Хорошие условия? Ну, для меня большой плюс, что, во-первых, санузел в номере, а во-вторых, там не душевая, а ванна. То есть есть свои, как бы, чулесы, да? Если позволишь, я расскажу. Давай, конечно, конечно, позволь. Я думаю, интересно не только мне, а и ребятам, поэтому давайте поддерживаем лайками. Остапа пусть там рассказывает, по-максу не будет. Получается, тот парень, с которым мы жили во Львовском хостеле, мы жили же в нем на карантине в шалаше, а потом вдвоем же заселились в Калач. Ну, а ему где-то недели через две предложили переселиться ближе к заводу, он переселился. Я остался один, и где-то через неделю ко мне поселили дяденьку на год младше меня. И он сразу предупредил меня, что он храпит. Ну, я думал, ну, храпит, храпит, у меня беруши есть, силиконовая, хорошая. Оказалось, он храпит. Ну, я уснуть не мог. Скачал приложение по определению децибел. 63 децибела. Пропит? Да. А то, что приносит вред для ушей, это 65 децибел. На уровне, да, дотягивает чуть-чуть. Да, чуть-чуть не дотянуло. Как ты вышла с дистанцией? Ну, первую ночь я не спал, вторую ночь у нас там коридорчик, он закрывается со стороны комнаты на дверь. Так как у нас матрасов не было, это были просто диваны, то я кинул свою зимнюю куртку, кинул сверху простынку. Подушку, воткнул беруши, но как-то там часа два я покемарил, можно сказать. А потом просто пошел на рецепшн, через смартфон перевел, что человек храпит, сколько децибел. И меня переселили в другое, в другой номер, тоже двухместный, на этаж ниже, к Египтянину. К Египтянину? Да. А он что-то уже делает? Да, он работал тоже. А, да? Да, тоже на заводе, тоже на сварке. Так что... Ну, нормальный такси, там контакт нашли? Ну, он по-чешски, он у него уже по-мж, так что по-чешски, да. То есть нормально, да? Как статись языком? Уже лучше. Уже лучше. Я уже два урока у репетитора прошел, так что уже читаю по слогам правильно. Учу сейчас глаголы быть, делать, кстати, основные. Ну, да. Ну, выучил уже цифры от 1 до 11. Ну, супер. Это нужно. Нужно, да? Да, это нужно. Нам на интеграционных курсах сказали, ребята, учите язык. Сам чех сказал. Если хотите развития, если хотите оставаться, то нужно развиваться. Ну, я уже Чехов более-менее понимаю. Если говорят сильно быстро, говорю, пан Луфте помалу просим. И тогда уже... И тогда уже... Мы тоже с первого начинаем. Тоже, когда не понимаем. Главное, говорить. Имеется в виду, говорить, что если понятно или непонятно. Не молчать, не кивать головой и говорить. Да-да-да, все понял. На самом деле, нифига не понял. И пошел куда-то там. Чешский язык даже в Украине мне помогал. Когда ко мне приставали всякие попрошайки, я говорил, не разумеем нарушение. И все. Остап, скажи, такой момент по поводу языка. Все-таки много же ребят приехало, которые не знают язык. Как вообще обстоит дело с кураторами, которые переводчиками называют? Есть ли они вообще такого? Да. Есть переводчики для каждой национальности. То есть от рекрутовского агентства этого Хоффмана есть куратор-переводчик сербского, куратор-переводчик украинского и так далее. У нас тоже очень хороший куратор. Когда, допустим, я что-то не понимал по работе, то сервизовач или мистер приглашал куратора, она мне переводила. То есть проблемы все-таки? Да, вообще. Или когда мне что-то надо было. Ну, как бы я... Это вообще очень редкие случаи, потому что я через переводчик на смартфоне старался общаться. А можно телефонами там пользоваться? Ну, если мне надо было, то в перерыве, конечно. А, только в перерыве на работе, я имею в виду. Ну, вот, допустим, будет процесс какой-то, ты не понимаешь, что ты через переводчик можешь общаться или нет? В Чехии пользуются, я нет. В принципе, нас предупреждали, что можно только на перерыве. То есть разница есть. Допустим, Чехии могут уйти, сделать норму, уйти за 20 минут до окончания рабочего дня. Домой? Ну, нет, не домой. Там же отпикаться надо, понимаете? В переодевалку, в раздевалку. А мы нас предупредили, что вот без 10 можешь идти в раздевалку. А если раньше, то штраф, потом еще один штраф, потом еще больше штраф, потом это, потом, да. Были такие случаи? Вы гоняли? Нет. То есть народ все-таки послушный, не наливает это на штрафы, да? В Чехии они больше. Как, господи, отношение чехов к нашим? Нормальное. Не, ну, они могут поприкалываться. У нас был случай, я учил тоже этого тропящего мужика. Учил как? Ну, я учил правильно, я хватки учил, как удобнее закладывать. Мне, допустим, просто показали, как, и отошли. И сказали, побыстрее. Хотя я вообще еще не умел, я искал, как, стоял. А тут я именно научил человека быстро, достаточно, он научился это все делать. И мы, когда работали вдвоем, мы забыли заложить какую-то деталь. Ну, и стоим вдвоем, и жмем на кнопку, жмем на кнопку. Не срабатывает. Да, оно не срабатывает. А сзади стоит царизовач со старшим сменой. И ржут с нас. Ну, по-доброму. Не так, что там, о, обезьяны не умеют. Нет, он потом подошел, показал. Ну, это хорошо, что отношение нормально. То есть нет вот этого хотя бы прессинга, какого-то буллинга, там знаешь, что сейчас будет там. Подошел, допустим, кофе купить. У меня была мелочь, ну и деньги на, у нас деньги на пропусках лежат. Ну, я решил мелочью, кинул мелочь. Оказывается, этот автомат только пропуска принимает. Ну, подошел в Чех, приложил свой пропуск, дал мне кофе. Бесплатно для меня. Ну, как бы в Чехии я сталкивался, слава богу, с хорошим отношением. Не только на заводе. Допустим, когда я в Австрию, в Вену ехал, мне нужно было распечатать результаты теста для того, чтобы в Австрию приехать. А я ехал рано утром, все было закрыто. Я подошел напротив, ну, я через Бурно ехал. Напротив Бурно, там, торговый центр. Смотрю, комнатка одна открыта. А это комната охранника торгового центра. Я подошел, попросил, спросил, не попросил, спросил, где можно распечатать. Они мне написали свой e-mail, я скинул им этот документ, они мне распечатали, я достал горсть, там, корун 150 было. Говорю, яка цена, а они, не, 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 и еще. Ну, супер, да, я не спорю, что есть и хорошие люди, есть и не очень хорошие люди. Это все... Просто украинцы сами дают повод. Сами дают повод так относиться, как поляки относятся к украинцам. Потому что в Польше я сталкивался с обратным. А дело в том, что, ну, вот, допустим, я приехал, у меня ложка и чайная ложка. А вилки мне не хватает. Ну, и смотрю, вилка на минутку в Альберте, 86 корун. Покрутился, да, покрутился по другим местам. А мне говорят, да что ты мучаешься, возьми в столовой, да пользуйся. Я говорю, ребята, вот поэтому в Польше нас уже не любят. Ну, и точно так же у нас хлопцы пошли еще летом на природе возле озера. Ну, покупаться в озере, и там бар, ресторан. Взяли пиво в эти пивные бокалы фирменные. А разложились они где-то, ну, недалеко от ресторана. А потом смотрят, что за пивными бокалами никто не приходит. Положили их рюкзаки и уносили. Да, ты знаешь, не научишь в любом случае по своему там образу, по своему мнению, по своим мозгам. Это же, тут, это вот насчет пивных бокалов. У нас такая же была ситуация, но мы спросили, а как вы нам налили, а мы сейчас на улице пойдем с бокалами. Это норма, здесь нормально, здесь на доверие это все работает. Да, говорят, иди пей, и потом принесешь. Ну, точно так же, как я обувь ремонтировать отдавал. А ребята просто, ну, может быть, не спросили, может быть, не поняли. Да, они все поняли. А брать, забирать не стаканы, ну, что мне тут любой стакан не поняли? Все они поняли, что, мама не учила, что такое хорошо, что такое плохо. Здесь вы тебя хорошо отнесли, поэтому... Есть не люди, которые не очень хорошо относятся, это, конечно, мелочи. Нет, ну, это люди, просто я себя всегда останавливаю. Я ж тоже с Украиной, и мне точно так же хотелось эту вилку стащить со столовой. Но я просто себя останавливаю. Просто мозги надо менять. Не надо тащить в Чехию ту каку, которую нас приучили в Украине, в мозгах. Ну, тут я с тобой соотношусь. Потому что, как и в мозгах, и у меня хватает. Там все хватает. У всех есть свои бездыхки, так сказать, главное просто понимать, где ты находишься. Ты хоть отучился плевать на мастерую. Ну, видишь, Чехия переучивает. Переучивает, переучивает. Опять же, не важно, сколько тебе там лет, понимаешь, 25 или там 50 или там. Ну, тут, допустим, у нас там речка течет. И там, видимо, раньше был брод. Я любил, ну, и любил, и люблю туда утром приходить, когда смены отмененные. А тут смотрю, кто-то на мусоре. Причем накидали там тряпок всяких в кучке. Ну, я сделал это для себя. Я сделал это не для Чехии. Я взял мусорный пакет, все собрал и выбросил в мусорный ящик. Потому что я хочу прийти и полюбоваться. Прежде всего, конечно, я сделал это. Не все это поймут, не все это сделали. Да, такая ловенькая. Таких примеров миллион, на самом деле. Чехия сейчас на данный момент для нас всех, для иностранцев, дает просто шанс реабилитироваться. Ну, кто захочет, понимает, о чем мы говорим, кто тут поймет. И дает, так сказать, жизнь нового листа. Просто все зачеркнуто и есть начало нулевое, которое ты сам построишь. И как ты себя будешь вести, как ты будешь... Как ты себя будешь вести, так будут к тебе и относиться. Совершенно нет. То есть в этом плане я не скажу, что мне здесь плохо. Я здесь не скажу, что я скучаю за домом. Да, я скучаю за домом, я скучаю за друзьями, за родными. Но если взять ту жизнь, которая была в Украине, и взять жизнь, которая здесь сейчас у меня, то я бы сейчас эту жизнь не поменял. Мне повезло больше. Я скучаю только за морем. Ну, это отдельная, знаешь, история. Чехии, к сожалению, в море нет. Да, поэтому есть возможность зарабатывать в Чехии и ездить часто на морях. Просто себе надо раскрыть такие цели и достигать их просто. И все. Окей, оставь. Спасибо тебе большое за встречу, за интервью. Я думаю, многим понравится наше общение. Простое, лёгкое. Поделился своим мнением о работе, поделился своим мнением о жизни в Чехии. Я бы желаю реально ставить цели перед собой, достигать новые цели, новая жизнь. У меня основная цель в жизни – быть счастливым. Значит, желаем тебе быть счастливым. Спасибо тебе за такие истории, потому что у нас реально вот это целая серия с тобой. То есть реально вот с самого начала, видишь, и тогда, как рассказали, как сказали визе. Я, честно, не думал, что вообще так перевернется у тебя судьба, и ты с этим попадешь. Ну, не то, что там я не верил. Я верил, но были какие-то сомнения, потому что коронавирусы всякие, там еще что-то, еще что-то. И то, и хорошо, что хорошо, и ты здесь, и строишь свою жизнь где-то другого. Поэтому тебе спасибо большое. Всех вас. Тебе спасибо. Ребята, ну, а вам спасибо за то, что смотрели нас, за то, что поддерживали это видео лайком. Никто не поддержал, обязательно оставим. Подписываемся, делимся своим мнением, пишем комментарии, репосты. И так далее. А мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.